Всем привет! Добро пожаловать на 15 урок программирования Roblox Studio на языке Луа. Сегодняшняя тема – диалоги. Диалоги – это такие штуки, которые вы видите над головой NPC-шек. NPC – это Non-Player Character, значит, не игровые персонажи, с которыми можно разговаривать, делать какие-то магазины, получать квесты или получать просто инструкции простые. Ну, на самом деле, просто диалоги делаются без программирования. Простые диалоги, типа инструкций. Ну что, я из Toolbox взял простого персонажа, который, кстати, развалится сейчас на кусочки, но это совершенно не важно. Берем вот эту персону. Куда-нибудь ее... Так, что у нас в этой персоне есть. Нас волнует голова – Head. И в эту голову мы сейчас добавим диалог. Ну, не буду искать, я сразу напишу «Диа». Вот, диалог. Давайте посмотрим на свойства диалога. Давайте, во-первых, посмотрим на свойства. Так, ну, я вам сейчас все это и так расскажу. Так, смотрим свойства диалога. Первое. Поведение. Тип поведения этого диалога. Работает только на одного игрока или сразу одновременно и может пользоваться несколько игроков. Мультиплеер. Conversation Distance. Это с какого расстояния, сколько стадов нужно, на сколько стадов нужно подойти к этому NPC, чтобы ты мог кликать и этим диалогом пользоваться. Есть ли Goodbye Dialog? Goodbye Dialog – это вот такая вот штучка. Пока. Необязательная, кстати, вещь совершенно, потому что она чисто украшение. Если какие-то есть варианты выбора в диалоге, ну, это мы сейчас посмотрим, то под ними будет рисоваться вот это вот пока. Так, вот это очень важная штука. Без нее не запустится диалог. Initial Prompt. Ну, это как бы начальное приглашение. Ну, у нас начальное приглашение обычно «Привет». Привет. И, кстати, здесь поля не очень большие. И много текста влезать не будет. Так. InUse. Ну, это геномическое такое поле. Просто его можно считывать в наших скриптах и узнавать, кто-то пользуется сейчас скриптом или нет. А чтобы узнать, кстати, количество игроков и имена там и так далее, кто сейчас этим диалогом пользуется, то идем не в Properties, который мы сейчас смотрим, а есть вот такие functions, например. Get Current Players. Это вот вы получите список игроков, которые сейчас пользуются этим диалогом. Так. Дальше. InUse. Ну, понятно, здесь True или False. Можно узнать, кто-то пользуется или не пользуется. Так. Название диалога. Ну, давайте я его сразу переименую. D1. Может, не любим? Ну, нет, ребята, ладно. Диалог 1. И, кстати, такая вещь интересная. Вот сегодня продублировали диалоги. А, продублировали NPC-шек, например. Вот этого продублировали. И не переименовали. Начинаешь редактировать одного персонажа. Автоматически все то же самое редактируется во втором. Ну, не знаю, что тут с редактором сегодня творится. Parent Head. Прикреплен у нас диалог к голове вот этого товарища. Purpose. Здесь три варианта. Это информация. Help. Квест получить. Или магазин. Ну, на самом деле, это отражается всего-навсего на иконке, которая над головой. Help – это восклицательный знак. Квест – это... Или наоборот. Давайте запустим сейчас. Посмотрим, какая иконка. И появится ли иконка над головой этого NPC. И сегодня, вот как назло, либо в новой винде десятой, только что обновилась новую десятку проблемы, либо с серверами Roblox. Так. Ну, видно восклицательный знак. Восклицательный знак – это имеет... Это значит Help. Давайте сделаем квест. Запустим. Сейчас будет вопросительный знак. Пусть так и остается. Ни на что это не влияет. Просто на иконочку. А, ребят. Странно. Ну, тогда... Тогда, если шоп... Доллар должен появиться. Доллар появился. Окей. Так. Так. И тон, с которым с вами общается этот персонаж. Можно, наверное, это свойство как-то еще распространять на программирование, на скрипт самого персонажа. Например, вот Enemy – это как будто вражеский тон. Давайте посмотрим, как этот враг нам что скажет. Будет ли видно. А, вот, красным цветом пишется. Это враг. Понятно. Дружище. Так. Друг. Friendly. Friendly диалог. Тип диалога каким цветом сейчас покажется. Зелененький. Понятно. Ну и нейтральный. Вот у нас был нейтральный. Это значит синим цветом. Голубеньким. Ага. Ну я прав, значит. Так. Дальше. Trigger Distance. Это автоматический клик без кликания мышки по этому диалогу. Вот давайте пятерку сделаем. И сейчас посмотрим. Это означает, когда ты приближаешься на 5 стадов, то диалог сам сработает. О, видишь, я подошел. И вот диалог сработал. Привет, дружище. Если еще раз подойду. Еще раз сработает. Понятно. Так. Ну мы это отключим. Будем кликать мышкой. Вот. Еще триггер. Offset. Тут написано. Можно автоматический диалог сместить. Например, на сколько-то стадов вперед. Ну. По X это влево-вправо. По Y это вверх-вниз. В вертикали. По Z это вдаль. Так что можно как-то настроить такую точку. Например, поставить, срабатывать на дистанции единичка. И вот, например, стоит у вас человек, а здесь какая-нибудь голодная кошка. Вот ты подходишь к этому, к этой голодной кошке, и тут человек тебе начинает говорить. О, привет. Корми кошечку. Так. Ну вроде все. Вы видели, что у нас диалог какой-то тусклый. Нет выборов. Нет выбора. То, что мы можем сказать нашему товарищу. Нажимаем плюс на нашем диалоге. Добавить. И вот сразу вверху будет предложение. Диалог choice. Давайте еще один сделаем. Диалог choice. Это как раз варианты. Вот я сейчас на них нажимаю. И вот здесь в свойствах у меня видно. Так, диалог choice. Здесь тоже будет использоваться goodbye или нет. Но, смотрите, на этот диалог choice, вот я справа показываю, на них действует goodbye вот этого диалога, от которого эти ответвления идут. Так что вот это вот пока, оно будет добавлено вот этим вариантом. А вот здесь, если мы напишем какой-нибудь пока-пока, давайте напишем. Покедова. Мы это покедово не увидим, пока не добавим в этот вариант еще какие-нибудь дочерние диалог choice. Но это мы сделаем попозже, увидим. Итак, по порядку. Разрешить прощание. Как в предыдущем варианте я вам уже объяснял. И вот само прощание, строчка. Название диалога, ну пусть остается. А, нет, давайте-ка сделаем здесь первый, чтобы не путаться. Здесь сделаем вторую. Так. И не просто путаться, это нам обязательно потом пригодятся эти названия. Так, parent, это к чему они прикреплены, к этому диалогу номер один. Итак. А вот здесь строчки немножко перепутаны. Вот эта строчка user dialog, это то, что мы должны спросить у этого человека. Как елишки? А он скажет, например, да не очень. И мы дальше сможем уже уточнять, что же у него не очень. Так. Как делишки? А в этом диалоге что мы спросим? Такие два. Прощай. Чтоб отличалось везде. Так. А давайте здесь диалог сделаем. Можешь подсказать. Без проблем. Без проблем это будет говорить наш компьютер. И вы видите, без всякого программирования, без всего, у нас уже сейчас будет говорящий, показывающий NPC. Так. Не обращайте внимания, что у него руки тут отвалились. Это я уж такого из тулбокса добрал. Так. Привет, дружище. Итак, что мы видим? Мы видим, во-первых, пока, который у нас в диалоге. Давайте откроем этот диалог. Персон. Голова. Вот он, диалог у нас. Тут появилось сообщение на английском, что чат прекратился с этим товарищем, потому что мы слишком долго с ним не выбирали речь. Так. Итак. Нажимаем и смотрим. Во. Видите, вот это пока, оно находится в диалог 1. Можешь подсказать. Давай. Нажимаем, можешь подсказать. Он говорит, да без проблем. А это можешь подсказать. Это вот моя речь здесь. Юзер. Это я, пользователь, клиент. А без проблем, это его ответ. Ну, в общем, понятно. Респонс. Это ответ. Юзер диалог. Это то, что мы его спрашивали. На самом деле, роблоксу совершенно без разницы, какие мы здесь делаем, какие мы пишем слова. Давайте попробуем другой вариант. Как делишки? Да не очень. А давайте-ка его спросим. Вот про делишки здесь спрашиваем. Да, давайте добавим варианты. Давайте аж три добавим. Так. Ну, про что мы его спросим? Голова болит? Не угадал. О! Будем у него узнавать, что же у него болит. Кстати, надо тоже эти DialogChoice как-то переименовывать. Так, давайте-ка я переименую. DialogChoice 1, DialogChoice 2, DialogChoice 3. И ничего страшного, что у меня вот здесь совпадают эти имена. Потому что, когда мы будем добираться до вот этого пункта, мы будем писать так. Dialog1.DialogChoice2 и вот здесь тоже DialogChoice3, например. Или DialogChoice2. Так что не запутаемся. Так. И давайте посмотрим. Во-первых, что у нас тут с покашками? С покашками. Помните, пока. Да? Вот, пока. Пока это идет из диалога. Так. Как делишки? Да не очень. Голова болит? Не угадал. Ну и тут заканчивается диалог. Так что мы можем еще раз сейчас иконка появится. Нажимаем иконку. Привет, дружище. Как делишки? И давайте сразу... А, прощай. Прощай уже идет из-за дочернего... Ну ладно, ребят, давайте я вам покажу. Так. Нет, нет, нет. Диалог у нас вот здесь. Диалог в персоне находится. PersonHead. Вот здесь прощай. Поняли, что прощальный диалог, он находится как бы, ну, в отцовском. Parent. Помните, мы скрипт Parent писали. Вот в папке, в которой хранятся эти диалоги. Так что прощание прикрепляется внизу вот этих трех вариантов, которые мы спрашиваем. А если мы в них еще всякие прощалки напишем, то они покажутся только, если мы здесь еще дочернее сделаем варианты. Так что глубже, глубже, глубже будем. Поняли, что вот с помощью такого способа можно сделать красивые диалоги. На самом деле есть всякий плагин. Я, правда, не пользовался, но вот давайте посмотрим. Сам начальник диалог. И вот есть, как использовать диалог. О, беда. Хоть и 18-й год здесь написан, июль. Но Роблокс уже настолько изменился, что эти примеры не подходят. Сейчас мы один из примерчиков скриптов здесь возьмем. И увидим, что, увы, не работает. Но, тем не менее. Так, где же здесь написано? Здесь где-то была ссылка, по-моему, на какой-то... На какой-то типа плагинчика. Во! Вот, вот здесь ссылка есть. Дизайн. Во! Вот, чтобы все очень красиво. Я не буду увеличивать, но вы... Или давайте увеличу, ладно. Картинка не увеличивается, впрочем. Ну, ладно. Вот здесь строится, типа, привет, странник. Как ты поживаешь там? У меня все нормально. Были и времена, и получше. Да, у меня фигово. И вот варианты ответа... НПС-шки. И дальше идет диалог. Видите, тут какой-то он запутанный. И вот, чтобы это все можно было делать, вот, подключаем модуль. Вот написано, он как ассет грузится. Вот. И вы можете попробовать. Но я, впрочем, не пробовал. И возможно, что эта штука тоже не работает, как... Как и вот эта вот статья. Но мы эту статью с вами исправим, чтобы все работало. Кстати, самое интересное. Старые статьи-то не работают. Но вот... Новые статьи, уже и апрельские есть, и майские. Они классные. Там, как создать машину, например, с амортизаторами и так далее. Мне очень понравилось. И... Прям вот вообще молодцы взялись. Может быть, они и старые статьи тоже переделают. Ну, ладно. Вернемся к уроку. С уроками мы поняли. Не с уроками, а с диалогами. В принципе, вот и все диалоги. Но было бы не так интересно. И наружу спросят, а как делать магазин? А как сделать еще там что-то? Ну, давайте сделаем так, чтобы... Если мы выбираем правильный ответ, что руки отваливаются, нас он как-то наградит. Ну, или, по крайней мере, вот здесь что-то напечатается, или он взорвется. Давайте сделаем, чтобы он взорвался. Так. Хэт-хэт. Вот диалог. Где у нас диалог находится... Давайте сюда скрипт добавим. Причем сюда нужно скрипт. Так. Скрипт. Это я сейчас делаю по инструкции. Вот как у нас написано. Давайте по инструкции. Конечно, не сработает, но потом быстро все почину. Вот. Простой скриптик. Привет, голова. Сделаем. Так. Что должно произойти? Во-первых, здесь я пункт должен сначала написать. Можно... Вы помните, что можно писать game, в вашей большой буквы, а можно сразу с маленького workspace писать. Без game. Но с маленькой буквой work. Это одно и то же. В workspace. Так. А диалог у нас находится... В npc. Персон. Где у нас? Вот он. Персон у нас, да? Персон. Точка head. Диалог 1. Так. Вот. Отлично. И когда мы какой-нибудь вариант ответов выбираем в этом диалоге, то запускается вот эта функция через connect, которой передаются два параметра. Игрок, который, видимо, выбрал это все. И choice. Choice это то, что выбрал... Ну, какой из пунктов выбрал игрок. И нам вот здесь это все напечатается. Давайте запустим. Вроде не рюкнулось. Значит, я правильно указал. Путь. Как делишки. И сразу убираю тот вариант. Руки отваливаются. Ничего не произошло. Что за... Причем, hellohead напечаталось. Значит, скрипт-то был запущен. Вот. Ладно. Ну и все скрипты вот эти тоже не работают здесь. Мы к ним еще вернемся, наверное. Такс. Что же мы смотрим? Во. И нам пишут. Ребята, вот жалко, тут не пишут, с какого числа все это изменилось. Тут написано. Это событие диалога. Какой-то выбран выбор диалога. И написано. Запускается, когда игрок выбирает что-то, ну, что хочет сказать в диалоге. И это событие только на клиентской стороне. И оно не будет работать ни в каком серверном скрипте. Оно должно быть соединено в локальном скрипте или в модульном скрипте, который через require включен в local script. Ну, кстати, да. Всякие диалоги и такие штуки хорошо в модуле. Хранится предыдущий урок. Понимаете? По-моему, 14 у нас, да? Я про модули рассказал. Вот. Поэтому, кстати, я про модули-то и урок записал. Потому что вот с этим здесь столкнулся. Ну, ладно. Раз так, давайте переносим, значит, этот скрипт. Этот скрипт переносим в игрока. А у игрока... Так, вот. Starter Player. Так, это... Во. Starter Player Scripts. Вот так. Так, давайте я его сразу переименую, что это у нас... Чтоб мы не запутались. Делал ложный скрипт. Так. Ну, я знаю, что у меня там ошибочки. Не сработал наш диалог скрипт. Что же нужно здесь сделать? Так, давайте я функцию вынесу. Назову ее onSelect. Давайте еще раз проверим. Person Workspace. Давайте лучше напишем так. Game. Как мы везде писали. Game Workspace. Person. Head. Head. Диалог 1. Ага. Запускаем. Ребята, так вообще-то он должен срабатывать при любом выборе. Он должен... Вот сейчас должен был сработать. Так. 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 Ну, во-первых, идем, смотрим, как на сам диалог. И мы видим, что немножко неправильно. Да и немножко в ивенте. Так. И здесь тоже, по-моему, устаревший. Он передается не игрок, потому что вот этой штуки, этого параметра уже нет. Диалог Choice Selected. Так. Ну, давайте попробуем. Напишем путь заново. Чтоб не подсказал. Game. Game. Ах, ребята. Я в Workspace, да? Все. Workspace. Person. Head. Dialog. Диалог Choice Selected. А, у меня Connect с маленькой буквы был. Ладно, ребята. Кстати, вы знаете, многие функции, которые устарели и которыми нельзя пользоваться, они с маленькой буквы. Но я же, к примеру, вам не могу привести. Так. Ну, все должно работать. Не работает. Что за безобразие? Давайте еще раз запустим. А, и кстати, я не вижу, чтобы он у меня запустился. Вот этого Print Hello Dialog Script. Я его тоже не вижу. Так. Давайте еще раз попробуем. Перенесем вот это вот все в обычный скрипт. Так, ребята, а что же я сделал? Я разве Local Script создал здесь? Нужен же локальный скрипт. А, ну, другой, наверное, не создать здесь. А, у меня обычный скрипт. Ну, вот все, все ясно теперь, почему не запускалось. Так, давайте перенесем. Ну, это даже хорошо, что я здесь ошибочки совершил. Так. Потому что пока искал эти ошибки, возможно, нашел что-то. Так, давайте перенесем, что-то, что-то, что-то было, что-то было другое. Так, и Dialog Choice 1 выбран. Нет, ребята, вот я вижу, что все в нашем диалоге все нужно переименовывать по-своему. Иначе мы не сможем отличить вот этот Dialog Choice 1 от вот этого диалога Choice 1. Давайте мы будем делать так. Dialog Choice 2.1. В данном случае 21. И, в принципе, можно через подчеркивание назвать, наверное. Так, и 23. Так, ну, давайте, если у нас Dialog Choice 23. А, во, как сравнивать. Напечатать мы напечатали. Вот передали нам игрока. Передали... Передали нам Choice. Мы можем вот как сделать. Как узнать, какой передали. Можно либо с именем сравнивать. Choice Name. Ну, вот мы напечатали Choice Name. Видите? Dialog Choice 1. А можно делать вот так. Если Choice равен равен. Веним. Воркспейс. А, вот так можно было бы и... Оставить имена, как у нас были уже. Ну, ладно. Поняли, в чем дело? Dialog 1. И, например... Dialog Choice 1. Давайте я напишу... В этом уроке мне еще осталось показать, как можно магазин сделать. Но мы уже к этому подошли. У меня там где-то пистолет валялся. Вот попробуем мы этот пистолет, чтобы нам игрок давал за то, когда... Ну, за какой-нибудь вариант ответа. Так. Вы выбрали. Так. И давайте... Можно вот так сделать. А можно сделать вот так. Так правильно. Else If. Если второму, то так и выбрали второй. И можно еще сделать. А здесь я уже буду сравнивать по-простому. Это простое сравнение. Мы можем эту функцию, вот которую он select, мы можем где-нибудь в модуле описать. И по-простому это когда она у нас будет сравнивать Choice Name. Название Choice с каким-нибудь именем. Если у нас, например, 20 NPC-шек, которые все говорят по-русски или по-английски, но все одно и то же. Мы можем одну и ту же функцию, которая будет одинаково реагировать на некоторые из них, на некоторые высказания. Так. Choice 23. Так. Там принт можно было убрать. Ну, бог с ним. Шелкаем. Выбираем первый. Он нам говорит. Вы выбрали первый. Так. Сейчас. Отлично. Значит, наш скрипт работает. Так, ребята. Делишки. Ага. Делишки. И мне интересно. А если я прощаю выбираю? Он мне тоже напишет, что я прощаю выбрал? Или функция не сработает? Так. Кликаем на иконку. И сразу говорим пока. Нет, ничего не сработало. Ну, понятно. Так, ребят. Мне интересно. Может быть, я сейчас не помню. Так. Вот он у нас скрипт. Локальный скрипт. Давайте мы этот скрипт. Попробуем. В сервер скрипт серверс. А, ребят. Ну, это и не надо пробовать. Я вам уже показал, что только в локальном скрипте это сработает. Хорошо. Но вообще интересно. Если локальный скрипт, то зачем игрока-то мне сюда передают? Игрока мы в локальном скрипте и так можем получить. Помните, как получать игрока в локальном скрипте? Ладно, я уже много раз говорил. Так. И давайте вот здесь не выбрали. Давайте здесь... Пистолет. Возьми этот пистолет. Как же нам пистолет-то отдать нашему человеку? Так. Вот у меня пистолет есть, где он просто валяется на земле. Handgun. Давайте мы его перенесем в Replicated Storage. И будем его раздавать. А как его раздавать? Ну, сейчас посмотрим. Так. Game. Replicated Storage. Handgun. Клонируем его. И его родителям сделаем игрока, который выбрал этот пункт. Надеюсь, я не ошибся. Килишки. Возьми пистолет. Мне пистолет не дали. Так. Может, нужно типшоп сделать? А, типшоп у нас и так сделан. Так. А давайте запустим, посмотрим. Там, возможно... Нужно не игрока сделать, а... Backpack. Вот. Backpack. Ага. Мы должны в рюкзачок положить. Давайте. Рюкзак. Так. Плеер. Ну, ребята. Тут уже, конечно, ночь. Почти два часа ночи. Я забываю уже, как слова пишутся. Так. А, ну нормально вроде написано. Килишкин. О, пистолет, пистолет появился. Получай. Ну что, клево. Так. А как сделать так, чтобы он продавал? Вообще, мы подходим уже опять к уроку лидерборд. У нас у игрока должны храниться где-то деньги. Но я могу просто сделать... Например... Можно здесь проверять условия. Поставить вот такое, например. Смотрите. Вот как, откуда взять эти деньги? Переменные нашего игрока. Ну, конечно, это немножко неправильно. Так. Если money... Я просто пример вам пишу. Ну, конечно, работать будет. Давайте пистолет, например, стоит 150. Тогда мы... Делаем вот так. Не забудьте вычесть денежки. Вот так. Только вместо монет. Ну, это уж мы в следующем уроке посмотрим. По крайней мере, вы поняли, как сделать проверку, чтобы просто так всем не раздавать бесплатное оружие. Может здесь быть пункт такой, что игрок, например, выполнил какой-то квест. Но я думаю, что с этими диалогами вы действительно украсите свою игру и придумаете много чего. На этом урок закончен. Ставим лайки, подписываемся, колокольчик всем сообщаем. Все, пока.